Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Я уже говорил, что я планирую начать новый обучающий курс по опционам, по опционным стратегиям. Это очень интересно. Сейчас это очень актуально, потому что такой бешеный рост уже на фондовом рынке вряд ли будет продолжен, который был в прошлом году и, возможно, даже падение. Здесь уже в периоды падения очень актуальны как раз срочный рынок. Это фьючерсы и опционы. И опционы позволяют как раз наиболее эффективно использовать все преимущества срочного рынка и при падении заработать большие деньги. Я начал предварительно уже запись. ссылочка в описании к данному видео и вон там на сайте demitkov.com. Пока это будет, у меня очень много спрашивают, что будет на курсе, как это будет выглядеть. Но курс биржи для чайников, вы знаете, это занятия в течение месяца проходили по бирже для чайников в онлайн режиме. И я людям рассказывал вот все вообще, что нужно чайникам для того, чтобы начать уже вполне сознательно инвестировать. Примерно то же самое, вероятно, будет сейчас с опционами. Но смотрите, по опционам я только-только начинаю это дело. У меня спрашивают, какая программа будет, что, сколько занятий. Я не могу сказать заранее, сколько будет занятий, потому что, ну, я не знаю, как мне удастся, как быстро удастся мне все это рассказать. Я думаю, что это будет все-таки пока меньше, чем месяц. Вот. Занятия очные будут, но тоже все будет доступно, абсолютно все будет доступно в записи. Я вообще планировал все это сделать в записи, потому что там... Ну, и кое-что там будет в записи, потому что, ну, я не могу вот в живом режиме какие-то вещи показать. Там, ну, очень много приходится наглядного материала готовить заранее. Просто вот поэтому. Вот. И примерно вот курс, что будет... Я буду рассказывать людям, ну, постараюсь максимально доступно. Дело в том, что про опционы доступно, в общем, практически нереально найти доступное объяснение. Поэтому мой курс будет лучшим. Это вот я точно могу сказать. Но сейчас идет, ну, будет первый курс, скорее всего, первый поток. И, скорее всего, будет второй поток. Когда, ну, после первого у меня уже более-менее все устаканится, уляжется. Я уже буду представлять, что и как. Но второй поток будет сильно дороже. Я это тоже могу точно сказать. Ну, ориентировочно второй, как бы вот в окончательном виде, должно стоить в районе 15 тысяч рублей. Я вот убежден, что это, ну, вот так должно стоить. И так это будет стоить. Я намерен вот такую цену поставить. Что сейчас? Сейчас идет предварительная запись. Планирую начать в марте. Вот. И, ну, примерный план, который я для себя составил. Первые несколько занятий – это терминология, как всегда. Чтобы мы понимали и разговаривали на одном языке, что такое опционы. Put, call, strike. Что такое в деньгах, вне денег. Что значат эти графики. Чтобы вы хорошо представляли, куда смотреть, когда видите вот эти вот графики. Там какие-то вот эти вот рисуют. Какие-то горы, там какие-то непонятные или наоборот. Какие-то бабочки. Все вот эти графики вы должны будете понимать. Что такое премия опциона. Что такое внутренняя и временная стоимость опциона. Дальше. Что такое опционы американского и европейского типов. Что происходит во время экспирации опционов. И когда она происходит. Ну, и дальше уже по квику. Доска опционов. Как ее настраивать. Как мы, так сказать, вместе я покажу вид общей доски опционов. Научимся ее настраивать. Таблицы в квике. Что смотреть, на что смотреть. И там, если просто подходить к ним, как к обычным акциям или фьючерсам. Там, в общем, сказать, я немножечко волосы дыбом встают от того, что там пишут таблицы в обычном виде. Их надо по-другому смотреть. Поэтому надо их понимать по-другому. И здесь надо понимать всю идеологию. И настраивать таблицы уже совсем по-другому. И как ведут себя опционы. Что такое ГО на покупку и на продажу опционов. Там абсолютно все другое. Что такое вариационная маржа и где смотреть цену на опционы. Математики будет немножечко. Без этого не обойтись. Но для тех, кто понимает в математике, пожалуйста. Просто она сильно упрощает работу. Будет табличка в Excel. Я со всеми поделюсь для того, чтобы смотреть. Я ее составил на основе математики. Очень классная штука. Дальше я простыми словами. Самое главное попытаюсь объяснить. Как происходит временной распад опционов. Что это такое. И влияние волатильности на временную стоимость опционов. Дело в том, что по опционам была защищена буквально вручена Нобелевская премия. И там есть куча математики. Но общими словами, я должен рассказать буду, за что была получена вот эта самая Нобелевская премия. Грубо говоря. Вот как-то так. Ну и дальше уже, как использовать полученные знания, чтобы строить стратегии по опционам. По строению стратегий. То есть, как практически безубыточные стратегии построить. Это возможно. То есть, безубытка. Практически гарантирован доход. Ну, это будет маленький доход, например. Либо как построить такую стратегию, которая даст бешеную просто доходность. Ну, и вообще не требует денег фактически. Тоже это возможно при помощи опционов. Ну, это на случай Черного Лебедя, например. На случай, если мы считаем, что акции колеблются и в каком-то коридоре есть определенные стратегии. Пожалуйста, вы получаете гарантированную доходность. Ну, она небольшая, можно сказать. Но, блин, гарантированная и хорошая такая. Зависит от волатильности. Волатильность низкая, доходность низкая. Так всегда. И вы это будете понимать. И моя цель, чтобы вы научились сами строить. Потому что мне говорят, что купить, что купить. Ну, как бы это трудно, потому что все зависит от ситуации конкретно. И я хочу вас научить, чтобы вы начали сами строить стратегии. Ну, и, конечно, я расскажу о том, какие стратегии существуют. Обычно, естественно. Вот. Ну, то есть, основные идеи. Как не потерять много денег. Как построить так, чтобы зарабатывать надежно. И как построить так, чтобы зарабатывать много. Но при этом, значит, есть риск какой-то будет потерь. Вот такие общие слова. Дело в том, что я, когда вот, ну, как всегда, когда начинаешь с чем-то работать, я начинаю методом проб и ошибок. И я наделал кучу ошибок. Вот, естественно. И я уже хорошо представляю, на какие ошибки напоритесь вы, если попытаетесь вникнуть в это дело самостоятельно. Вот. И я думал, что на падающем рынке лучше всего работают фьючерсы. Ну, вот, оказывается, что опционы все-таки более интересны в этом смысле, но при этом при правильном использовании. Вот, что я могу сказать. Ну, если будут вопросы еще задавать, я постараюсь ответить по поводу этих курсов. Вот. Еще раз говорю, что сейчас идет предварительная запись до 15 февраля. 2000 рублей. После 15 я уже увеличил немножечко цену на 4000 рублей. Всем, кто закончил курс биржи для чайников на почту, я разослал специальное предложение. Посмотрите, пожалуйста, свою почту. Почтовый ящик. От меня должно было прийти письмо всем, кто приобрел курс биржи для чайников. Это было 500 писем, однако. Вот. Запись идет активная. Еще раз могу сказать, будет, судя по всему, слишком много людей, поэтому овербукинг будет легкий. Но и пока цена низкая. Ловите момент, друзья мои. На сегодня все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демитрович Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.